Это пульс дня, мы продолжаем выпуск. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. На сайте армянского лидера говорится, что он ушел со своего поста в непростое для государства время. Политик сказал, что когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора. Тем самым, по его словам, это отвлекает внимание общественности от самых важных вопросов. А еще Саркисян подчеркнул, что у президента Армении сейчас нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики. Он также отметил, что страна является президентской республикой по форме, но не по содержанию. Саркисяна избрали главой государства в 2018 году, однако после конституционных реформ 2015 года Армения перешла на парламентскую форму правления и полномочия президента стали исключительно представительскими. Журналистский проект «Протокол» в России выпустил фильм расследования «Брат-депутат». Это второй фильм о семье Ткачевых. Он рассказывает о семье депутата Госдумы от Единой России от Краснодарского края Алексея Ткачева, брата бывшего губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, которому был посвящен первый фильм. Единоросс Алексей Ткачев, находясь в Государственной Думе, голосуют за репрессивные законы, а его семья владеет имуществом в Черногории и Америке, рассуждая о православии и консерватизме, говорится в расследовании. Новизна фильма в том, что помимо всего прочего можно немного подсмотреть, как устроен быт Ткачевых. Раньше в сети гуляло видео, где министр пел песню на борту самолета и поднимал тост за аграрное лобби. Здесь же мы видим записи с новогодней вечеринки, которые характеризуют героев фильма. Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление о том, что администрация президента России планирует привести к власти в Украине пророссийского политика. В министерстве перечислили имена людей, с которыми поддерживают связи российские спецслужбы. В этот список вошли Николай Азаров, премьер-министр Украины во время президентства Виктора Януковича, Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах, Андрей Клюев, глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича и Владимир Севкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс считает, что представленная информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины и позволяет понять мышление Кремля. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом.